Около 10 часов вечера вторника близ первого микрорайона разбилась молодая пара, катавшаяся на Тойоте Марк 2 по вечернему городу. За рулём был 19-летний хабаровчанин, не так давно купивший машину. Как это часто бывает у начинающих шофёров, скорее автомобиль управлял водителем. Мощный двигатель, совершенно ровная и пустая дорога спровоцировали молодого человека на превышение скорости. Эта улица, идущая вдоль железнодорожного полотна, была отремонтирована. Вместо унылой грунтовки здесь теперь асфальтированная проезжая часть с не слишком оживлённым движением. Реконструкция дороги ещё не завершена. Нет освещения, ленточных ограждений и световозвращающих маркеров в опасных местах. Именно поэтому скорость движения здесь ограничена 40 километрами в час. Её студент превысил в три раза. В ДТП он попал на повороте. В том месте, где улица делает крутой изгиб и выходит на автомобильную развязку улиц Юности, Космическая и проспекта 60-летия Октября. При таком темпе движения вписать автомобиль в резкий поворот у водителя шансов не было в принципе. Крушение записал видеорегистратор. Прибор показывает скорость. Она выше 100 километров в час. Эта цифра несколько сократилась в результате аварийного торможения. С бетонным блоком марк встретился на скорости 25 метров в секунду. В реальности это значение наверняка было ниже, однако и его хватило, чтобы машина опрокинулась на крышу. В больницу попали и молодой шофёр, разбивший голову, и девушка, травмировавшая живот. Опрокинутую машину охраняли приятели пострадавшего. На всякий случай они приготовили огнетушитель, поскольку горящие задние фонари указывали на то, что аккумуляторная батарея каким-то чудом сохранила работоспособность. Одному из товарищей удалось пообщаться с водителем по телефону и узнать причину аварии. Объясняет тем, что освещения нет, плохая видимость дороги и тем, что никаких отражателей пока не стоит. Известно, что молодой человек учится в Тихоокеанском государственном университете и работает в автосервисе. По восстановлению марка под большим вопросом. С места происшествия Ольга Кошелева и Андрей Алферов.